В пригороде Рязани-Дядьково местные жители уже который месяц жалуются на нестерпимый запах гари, идущий с соседних пилорам. Причем, как уверяют люди, рабочие, среди которых, как и везде, преобладают гастарбайтеры, поджигают отходы деревообрабатывающего производства исключительно по ночам. Однако цвет дыма и сам запах не только древесный, но и с какими-то, скорее всего, вредными химическими примесями. У нас каждый день дым, дым и дым. Дышим мы, дышим наши маленькие дети. У них будущее впереди, жить и жить, а они должны вот этот запах нюхать и болеть заболеваниями различными. Администрация наша ничего не предпринимает. Местные жители пытались поговорить с руководством пилорам, однако кроме гастарбайтеров застать никого не удавалось. И каждую ночь отходы полыхают вновь. Кроме этого, дядьковские жители жалуются и на забойный цех мясокомбината. По их мнению, и здесь работники предприятия переняли такую же практику сожжения биологических отходов. И сильный запах животной гари мешает уже и по утрам. Проблема задымления стоит уже достаточно давно. Это уже не сегодня, не вчера и не месяц. Это уже продолжает достаточно большое количество времени. И меньше это не становится. Просьбы наши не реагируются. И просто даже банально погулять с детьми в парке, на стадионе, даже выйти на улицу порой проблематично, потому что дым буквально лезет в глаза. А есть такой дым, как может быть мясокомбинат, он едкий и вызывает даже кашель органов дыхания. И просто нам тяжело. Сейчас люди составляют коллективные жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру с требованиями оградить их от неприятного запаха соседних производств. В Люберцах, как уже было сказано, потребовалось 10 тысяч подписей под народной петицией, чтобы власти обратили внимание на людскую беду и приняли меры. Сколько их понадобится в дядьково, пока не ясно. Во всяком случае, истину, донесенную до наших времен Ильфом и Петровым, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, ни годы, ни реформы, ни смена властных вех победить не могут.